кто-то из вас слышал мой предыдущий доклад несколько лет назад когда рассказывал о том как я собеседую бизнес-аналитиках в принципе сегодняшний доклад такое органичное продолжение предыдущей темы значит тем кто меня не знает я совмещаю в себе три ипостаси первое это действующий бизнес-аналитик компании data как тренер я работаю в эндоши кейшен провайдере и бей артов бизнес анализ и я являюсь лицепрезидентом по профессиональному развитию в украинском отделении бей на те из вас кто смотрит в сторону профессионального развития думает как можно свои скиллы подкрепить прокачать имеет смысл посмотреть в сторону ведущих институтов но теперь ближе к теме пару слов о той компании до том контексте в котором мы строили систему оценки бизнес-аналитиков компания дейтар две с половиной тысячи человек плюс в разных странах 80 примерно 80 бизнес-аналитиков компании на многих проектах распределенные команды когда один аналитик сидит в одном городе другой аналитик в другом городе они все работают на одного заказчика у меня был опыт когда в моей команде было моем стриме было 6 аналитиков мы все сидели в разных городах вот ну и еще важное отличие от других компаний на то что мы берем людей себе в компанию не на проект а в компанию это и это вызывает сложности об этом я расскажу чуть позже но это проблема с которой мы столкнулись дома что во многих компаниях встречается когда человек на который ищет себе специалиста правило это project manager delivery manager он смотрит на результаты собеседования и что написано senior чек него выходит на работу у это время проходит и делегар менеджер приходит к эксперту который проводил собеседование и говорит ты сказал что это senior до а человек не тянет он не сеньор а он по моему по моему мнению он не дал например ну и мы начали разбираться пытаясь понять а что же мы делаем неправильно вроде людей собеседуем сдаем релевантные вопросы кто-то показывает себя кто-то кто-то лучше кто-то хуже но есть регулярная проблема несовпадение ожиданий delivery менеджера и и того уровня который по факту человека оказывается то значит ну как говорил в чем разница когда мы берем человека себе там в отделы или человека себе в проект и там берем человека в компанию когда мы берем человека к себе на проект первым и точно знаем чем он будет заниматься соответственно выдаем ему вопросы связанные с его непосредственной обязанности на проекте да и можем его более адекватно оценить да то есть у нас есть четкие критерии оценки второе когда человека берем к себе мы очень быстро получаем обратную связь там мы с ним он прошел собеседование мы взяли его в команду он начал у нас работать и мы смотрим да что он что у него получается что не получается соответственно можем подстроить список вопросов которые будем задавать следующий раз да то есть цикл обратной связи очень короткий ну и если чек из одного проекта переходит другой значит мы этого человека оцениваем заново ну то есть каждый раз вот когда я устраивался в компанию люксов да я прошел несколько собеседований каждый проект назначал мне нового технического эксперта который меня оценивал оценка более точная но затраты со стороны компании довольно значительно если мы собеседуем человека в компанию то мы оцениваем в общем то то есть пытаемся понять а как он нам подойдет да вот все возможные проекты которые мы можем взять да то есть оценка должна быть более более глобально до более всесторонний затрудненный контроль на когда я собеседую человека не себе в проекта в компанию возможно что о том как он справляется не справляется я узнаю через год так даже придет значительное время и как правило доносит у нас какую обратную связь но есть три вида обратной связи подкрепляющая корректирующая и поддерживающая корректирующая и улучшающая ну дает связь отрицательную да то есть на сути корректирующую наговорят вот ты собеседовал человека он не тянет на то что рядом с ним есть еще там 5-10 которые тянут об этом нам редко когда говорят да и мы оцениваем человека точки зрения как рассказал всех всех проектов которые у нас есть как можно оценить бизнес аналитика на то есть как можно понять какой у человека уровень ну вот есть целый набор инструментов которые потенциально можно было бы использовать но как бы ни один из них нам на сто процентов не подошел первое есть сертификация и сертификации по инструментам по методологиям по фреймворкам виктория в следующем докладе расскажу о том почему вам нужно сертифицироваться или не нужно почему сертификат не всегда подходит потому что сертификат оценивает человека без учета контекста и специфики компании куда мы его берем на то есть он не не всегда есть мэтчинг да не всегда есть совпадение есть институты которые организовывают внешние тестирования где-то лет десять назад были очень популярны сертификаты от брейн-бенча особенно когда их можно было получить бесплатно но качество было под вопросом есть стандартные фреймворки оценки бизнес на речках вот айби разработал бей компетент с модом хороший инструмент но первое слишком сложная во-вторых снова оценивает без учета контекста работы человека в рамках реальных проектов вот но есть профессиональный стандарт если не ошибаюсь в украине профессионального стандарта бизнес-аналитика нет на в россии в этом году профессиональный стандарт сделали который определяет что должен иметь бизнес-аналитик данную стандарт построен на тоже базе фреймворка предложенного и бей ну то есть мы решили изобретать свой велосипед да вот все перечисленные мной методы там по той или иной причине нам не подходили вот и первое что мы обнаружили на это то что у нас на самом деле позиция бизнес-аналитик есть но бизнес-аналитики занимаются могут быть вовлечены в четыре разных типа активности вот они здесь приведены первые два связаны с предпроектными работами это discovery фаза и фаза solution дизайна когда аналитик должен собрать информацию понять какой будет скоп определить границы проекта да там внизу есть дисклеймер что вот та терминология которую я использую она сугубо для внутреннего использования вы можете ее позаимствовать да просто ссылайтесь на меня и на компанию data discovery фаза да есть клиент нужно понять что ему нужно собрать с него информацию и предоставить ее команде для оценки трудоемкости solution дизайн более глубокое изучение предполагает бизнеса заказчика понятие его проблем уже формирование целого спектра предложений но по сути задача стоит та же определить границы системы requirement инженер и proxy product owner работают в ходе всевожденного цикла проекта requirement инженер занимается выявлением анализом описания детальных требований proxy product owner занимается разработкой roadmap по определением стратегии развития и так далее и так далее да то есть первое мы поняли нет одного время есть человек который я бизнес аналитик но в рамках реальных проектов которые у нас есть он может выполнять одну из этих четырех активность значит нам нужно человека оценить в разрезе этих четырех типов активность мы должны сказать что человек не просто сеньор бизнес аналитик можно сказать что он сеньор в рамках например discovery фаза да то есть он хорошо коммуницирует у него развитый навык принятие решения в условиях неопределенности хорошее на проведение переговоров но возможно как реквариумент инженер он не давали стронг не было потому что он не очень хорошо знаком с современными техниками специфицирования требований емель он только слышал о том что он есть но на фазе discovery ему все эти знания не нужны да то есть первое что мы сделали это вычтенили вот эти вот четыре типа активности там для каждого типа активности тоже есть некоторые фреймворки для оценки не подошли потому что они охватывают либо весь спектр идти либо вообще весь спектр работ как например бизнес анализ от айби а мы занимаемся разработкой программного обеспечения при этом разработкой на заказ у нас компания да есть специфика и с точки зрения наших клиентов с точки зрения нашей культуры да поэтому мы должны вот эти стандарты подпилить под себя в стандартах нет специализации по активностям у нас они есть да ну и еще один важный фактор к которому мы пришли бизнес аналитик не обязательно должен быть во всем экспертом ну то есть мы просто говорим есть набор навыков которые может обладать бизнес аналитик и мы должны вот эти вот четыре типа активности которые у нас есть и эти навыки да как то между собой связать так как жил есть такое пони как важность навыка для выполнения той или иной роли на но и стандарты когда это сделано кем-то вовне руководство на это смотрит с некоторым скепсисом когда это сделал нас внутри то это принимается лучше итак навыки знания умения да значит нам нужно было определить весь набор навыков которым бизнес аналитик может обладать и которые нам интересны и мы выделили ну конечно это стандартное деление четыре категории первая категория хард скиллы хард скиллам относится все то что описано в сводах знаний по бизнес анализу навыки планирования навыки специфицирования моделирования управления выявления и так далее если посмотреть например у меня в голове очень сильная возникают устойчивые ассоциации с областями знаний из бейбок так хард скиллам что идет добавление от харда переходим к софту да идут софт скиллы навыки ведения переговоров навыки коммуникации общая эрудиция лидерские качества и так далее то есть вот мы уже сформировали такие группы скиллов это еще не скиллы это группа которые внутри разбиваются раскрывается с помощью конкретных вопросов что еще для аналитика важно какие есть варианты кроме хард скиллов и софт скиллов что еще есть это к софт скиллам относится домен и технические знания технические навыки мы говорим о понимании принципов построения архитектуры ОПС на Нью-Скеле это все относится тоже важно нужно тоже повышает эффективность работы но довольно специфично и мы решили что мы это не будем оценивать почему мы так решили потому что у нас компания четыре наших ключевых домена это финансы медицина путешествия и медиа нельзя в рамках одного собеседования найти человек который сможет вас качественно опросить по всем этим четырем доменам а это ключевые есть еще дополнительные это будет оставаться на этапе знание домена будет оцениваться в рамках проектного интервью да ну и технические навыки тоже где-то они нужны где-то не нужны мы это исключили оставили только хард и софт скиллы так наша задача была всех бизнес аналитиков поместить в единую матрицу что это за матрица какие здесь есть из чего она состоит первое как я уже сказал у нас есть четыре типа активности они здесь перечислены это вот последние четыре столбца и у нас есть перечень навыков у нас есть группы например навык навык специфицирования требований что у нас есть какие ключевые техники специфицирования это юзкейс это юзер сторис акцептанс критериями ну и так далее то есть мы сформировали этот полный список и потом определили весовые коэффициенты то есть какой навык для какого типа активности более критичен ну вот здесь есть несколько примеров там понимаете артефакты должны быть подготовлены перед стартом проекта для кого это нужно нужно для людей которые участвуют в рамках который участвует в дискавери фазах и фазах solution design для реквариант инженера для него эти документы будут являться входом то есть для него наличие тех навыков не является критичным поэтому весовой коэффициент 0 для дискавери фазы коэффициент 100% критерий качества требований и не менее трех способов получить качество требований для кого это нужно для человека который прорабатывает детальные требования это у нас реквариант инженера для других типов активности этот навык тоже является полезным но не настолько важным то есть первое что мы оценили это насколько каждый каждый навык важен для выполнения той или иной работы итак как работает данная матрица мы берем кандидата оставляем ему оценки по всем навыкам ну и там градации могут быть любые мы остановились на оценке от одного до пяти и один означает что человек не владеет этим навыкам от слова вообще и отлично он может учить других как правильно выполнять там ту или иную работу ну то есть первое у нас есть набор навыков мы человека по всем этим навыкам оценили а потом мы считаем насколько человек набрал баллов в рамках выполнения дискавери фазы или в рамках реквариант инжиниринга умножаем оценку на вес складываем и сравниваем с тем максимальным количеством баллов которое он мог набрать вот такая процедура в чем преимущество данного подхода мы прогоняем человека по одному набору скиллов и оцениваем его в разрезе четырех типов активностей все считается автоматически ну то есть на вход дает перечень оценок он тебе выплюнет насколько человек хорош в той или иной активности нет обязательных активностей если человек не умеет написать user stories acceptance критериями на человеке крест ставить рамы если человек не знает стандартные подходы к приоритизации это не означает что он нам не подойдет это просто снижает его общую оценку то есть нет набора обязательных скиллов если человек набрал какое-то количество баллов всему остальному потенциально можно доучить и в зависимости от того какой мы грейд ставим мы понимаем сколько у человека нужно дополнительно до вложить вот ну и эта методология позволяет эту систему легко модернизировать меняем веса добавляем новые навыки убираем навыки которые оказались нам не нужны и вся система работает сам принцип остается неизменным следующее к какому выводу мы пришли это то что только наличие теоретических знаний это недостаточно если человек не прошел через реальные проекты если он не набил шишки то значит он по идее в новом проекте может на эти шишки эти шишки заработать на эти грабли наступить и мы ввели коэффициент который учитывает опыт который для того чтобы не выдумывать свой велосипед посмотрели на те отсечения которые предложила и для сертификации для себя это два с половиной три года для себя по пять лет основываясь на этих точках отсечения выработали вот такой набор коэффициентов понижающих то есть если эквариумных инженер работает больше пяти лет то на его то применяется коэффициент 1 если у него нет опыта принимается коэффициент 0,4 то есть если человек на все вопросы правильно ответил с точки зрения теории но на практике никогда этого не использовал то мы количество баллов которые он набрал умножаем на 0,4 для discovery фазы так как там активности более короткие мы ввели свои точки отсечения но и в одном и в другом случае все это направлено на то чтобы учесть тот реальный опыт который есть у нашего кандидата теперь следующий важный этап вы можете спросить откуда вы взяли вот эти коэффициенты 0,4 0,8 и так далее какие есть способы оценки мы использовали экспертный подход мы как эксперты выступили и предложили давайте будем использовать такие коэффициенты после этого имеет смысл проверить насколько правильно мы оценили как проверить систему это ее прогнать на человека которого мы хорошо знаем на кого мы знаем лучше всего себя то есть вот те эксперты которые систему разработали мы друг друга оценили посмотрели на наши результаты подобрали коэффициенты таким образом чтобы мы оставались экспертами иначе все это теряет смысл да это был первый прогноз но после этого мы взяли людей которые в компании работают которых мы хорошо знаем с которыми мы работали на одних проектах и значит сделали следующий этап их оценили снова посмотрели где что у нас ну и что мы корректировали мы корректировали коэффициенты мы корректировали отсечки по уровням корректировали количество опыта и это был первый прогноз с какой проблемой мы еще столкнулись мы столкнулись с проблемой что люди у которых хорошо подвешен язык получают оценки в среднем выше чем человек который ближе к системному аналитику в чек-бизнес аналитику мы поняли что в рамках просто интервью мы задаем вопрос нам на них отвечают оценка может получиться смещенной вот и опять-таки для того чтобы несколько секунд мы решили что мы будем оценивать разные навыки по-разному то есть где-то это остается интервью в рамках интервью мы задаем теоретические вопросы разбираем практические кейсы мы просим человека оценить себя самостоятельно какие-то скиллы мы предпочитаем оценивать на основании примеров документов которые подготовил человек второе скажу что там есть проблемы некоторые документы под индей но я же говорю про оценку людей внутри компании направлено не только на внешних кандидатах но и большей частью на тех людей которые уже в компании работают люди подписывают индей эксперт подписывает индей получает доступ к артефактам проекта да и там что это документы это модели диаграммы для проверки навыков письменной коммуникации это примеры писем которые еще там могут быть презентации все остальное то есть все что человек в рамках проектных работ или предпроектных работ создавал ну и обратная связь от коллег попытка запустить оценку по методу 360 градусов разработчики, тестировщики, руководители мы не в рамках текущей кампании мы не собираем в рамках оценки человека обратную связь от клиента но потенциально наша методика это позволяет сделать то есть разные скиллы мы должны оценить по-разному как выглядят результаты оценки ну вот 4 столбика каждый столбик соответствует определенному типу активности там видим что человек одновременно может являться где-то медлом где-то стронг медлом где-то сеньором, где-то джуниором да, такое возможно плюс, да вот на левой части слайда вы видите столбик, которые соответствуют уровню человека в той или иной активности да, видны не знаю как вам, мне видны вот эти границы отсечения которые показывают где начинается сеньор где начинается стронг мидл и так далее можем сказать насколько человек близко к стронг мидлу, к сеньору или к стронг-жуниору плюс у нас есть инстаграмма которая показывает насколько человек хорош в том или ином кластере активности кластеры, мотивация навыки выявления требования навыки управления требованиями и так далее то есть уже видим такую более детальную картину можем сразу человеку сказать а где находится его зона развития да, где он может быть полезен компании обучая других специалистов да, там где он близок к уровню эксперта с какими организационными сложностями мы столкнулись при разработке данной методологии первое да, когда вы строите такую систему да, вот в первом докладе говорили вы должны ориентироваться на вашего клиента получать обратную связь кто является нашим клиентом нашим клиентом являются люди пользующиеся нашими оценками да, это delivery менеджеры это project менеджеры это product менеджеры то есть мы получали от них обратную связь с какими проблемами они столкнулись что мы должны у себя учить второе есть такое хорошее правило если хочешь загубить инициативу назначить совещание то есть вовлеки всех и все это уйдет одновговорению мы поняли, что вовлекать всех бизнес-новидцев вот всех там 80 плюс человек выработку этой концепции смысла нет имеет смысл вовлечь только тех людей которые проводят собеседование да, и даже из них выбрали такую рабочую группу состоящую из четырех человек для того, чтобы процесс ускорить для того, чтобы не усложнять процесс разработки первоначальной модели до большим количеством совещаний и согласований с другой стороны мы должны заинтересовать широкую аудиторию да, то есть мы должны эту идею продать аналитикам которых мы будем оценивать как их можно вовлечь да, мы мы разработали такой опросник сказали, ну, рассказали про нашу модель рассказали про набор скиллов которые мы планируем оценивать и люди могли голосовать сказать, что какой-то скилл им кажется какой-то вопрос да, или какой-то аналог им кажется неважным они могли предлагать его исключить ну, и могли предложить что-то добавить там, в части добавления никто ничего не добавил вот, но зато там по-моему, в районе четырех скиллов мы убрали потому что они были признаны как нелевантные некоторые вопросы мы уточнили да, и таким образом мы увлекли в обсуждение все наши объединенные комьюнити да, и вот на основании анализа этой обратной связи на основании статистики мы приняли финальную модель учитывали не индивидуальные мнения, а учитывали на общее общее пожелание предпочтения наших специалистов какие результаты да, значит вот на текущий момент более 50 специалистов внутри нашей компании прошли данную оценку да, мы провели более 200 внешних интервью там, где мы люди оценивали по этой матрице ну и все внутренние процессы системы были адаптированы под данный механизм оценки так, что мы еще получили мы могли вот с правой стороны слайда здесь приведена картина а кто у нас работает где у нас есть хорошая экспертиза где у нас есть провалов да, и вот каждая линия, да, каждый след соответствует кому-то сотруднику ну, возможно я зелененький а может быть нет да, значит смотрим что мы можем да, вот этот инструмент позволяет нам прийти к руководству и сказать, значит смотрите, с реквариментом инжинирингом у нас все хорошо да, а вот с solution-дизайном и с управлением продуктом у нас есть на сложности потому что людей на явный спал о чем это говорит это говорит о том что нам компания должна проинвестировать для того чтобы уровень людей работающих в компании для данного типа активности поднять либо же если компания говорит, ну, мы планируем там отказаться от проведения там discovery или вот управление продуктом там мы считаем что это не не наша ниша тогда окей мы тогда это ну, первым мы этот столбик вообще можем убрать или не вилять ему слишком большого внимания да, то есть мы получили картину по нашему комьюнити кто что умеет и где у нас в среднем картина выглядит хуже а где лучше с какими проблемами мы столкнулись да, и как мы их пытаемся решить первое синхронизация экспертов ну, понимаете если у нас 80 человек из них примерно вот на текущий момент около 7 человек оттенововлечены в интервью нам нужно было их всех между собой подружить, помирить и всем продать эту систему а как мы это делали мы первое выявили всех экспертов ну, а потом пытались по методу Delphi всех свести к единому мнению то есть проводили опросы собирали корректировали ну и рано или поздно это уже произошел свершившийся факт мы всех свели к данному подходу но те кто подход не захотел принимать что с ними мы сделали ну, вас расстреливают у нас просто люди перестают участвовать в собеседованиях либо же они говорят я буду собеседовать по-своему окей но это отмечается в системе который был оценен не по стандартной процедуре следующее дорого и долго вот этих вот навыков на текущий момент строчек в Excel да, то есть которые мы оценим их порядка 75 да, то есть означает что процедура оценки довольно долгая для внутренних специалистов как бы это допустимо да компания ну да, люди уже в штате можно с ними встречаться несколько раз можно эту процедуру оценки разбить там на две, три, четыре, пять сессий а что быть с внешними кандидатами какие есть предложения что можно сделать давать домашнее задание которое нужно делать неделю вот ну домашнее задание да да и мы действительно это сделали об этом будет чуть позже мы ввели мы просто видели вот эти вот навыки мы оцениваем всегда да, а остальные навыки являются опциональными да, то есть выделили сделали шорт-лист да и сначала проводим чека по нему если у нас осталось время то дополняем его так, коммуникативные навыки спирают результаты интервью мы об этом уже говорили да, здесь вот появились тестовые задания которые человеку нужно сделать ну и там уже его коммуникативные навыки не так сильно помогают следующее несовпадение ожидания какой был каким случаем столкнулся я я провел оценку человека и он у меня получился где-то между ну человек претендовал на позицию сеньора а у меня получился где-то между медлом и стронг-медлом вот ну и знаете есть такое расхожее выражение неважно как голосует важно как считают значит ну как бы я посчитал но как ли человек позитивный хотел значит человека не сильно не сильно расстроить процедуру оценки я говорю ну вот ты где-то между медлом и стронг-медлом я ставлю тебе стронг-медла в расчете на то что ты в ближайшие несколько месяцев ну например я ему не сказал я просто про себя думаю да окей значит даем ему он хотел сеньора на сеньора он точно не тянет даем ему стронг-медла даем ему возможность проявить себя и значит если все получается отлично срослось вот но когда я выслал результаты оценки этому человеку его деливери-менеджеру меня позвал и говорит а я считаю что он мидл я считаю что он не дотягивает до стронг-медла у нас тогда еще не была процедура сбора обратной связи и мы решили что перед публикацией результатов мы будем эти результаты проговаривать с руководителем то что возможно есть какие-то проектные проектные консорны проектные вопросы следующая проблема как вырасти в компании ну то есть вот провел мы провели оценку человека и сказали вот значит здесь ты сеньора здесь ты стронг-медл здесь ты джуниор как бы что человеку дальше делать пока зависит от инициативы сотрудника что мы начали делать мы под каждый набор скиллов то есть под каждую группу под этот кластер мы даем рекомендации по литературе по курсам каким-то внешним источником формируем свою внутреннюю базу знаний ну то есть человеку дается уже некоторые рецепты как он может подтянуть на ту или иную активность опять таки да благодаря тому что у нас есть оценки причем не просто в среднем ты сеньор мы говорим здесь у тебя хорошее знание а в этой области у тебя провал для того чтобы вырасти почитать такую литературу ознакомься с такими кейсами рекомендациями и приходи на переоценку еще один еще одна проблема это коэффициент по опыту то есть у человека низкая оценка по проведению solution дизайна потому что он никогда этого не делал из-за того что у него там низкая оценка его не берут solution дизайн у нас получается самый крутой цикл нет опыта и не могу опыт получить что можно в этом случае сделать какие есть предложения из зала вот вот смотрите да вы наши варианты покрыли там первый вариант можно сказать как помощника да то есть есть настоящий бизнес аналитик вот а есть человек который просто как в анекдоте маску нашел настройки вот но с этим сопряжены проблемы для того чтобы участвовать solution дизайн вы должны активно взаимодействовать с представителями заказчика да что это за человек который ходит хвостиком за ведущим специалистом вот более рабочий вариант который у нас прижился это участие человека в solution дизайна в solution дизайне для внутренних проектов да когда заказчики это наш менеджмент наши специалисты если вдруг что-то пойдет не так ну как бы это не критично мы не ухудшим свою свою карму перед внешними заказчиками вот ну и еще один важный вопрос человек пришел было у вас такое что вы приходите на собеседование вас чек-то собеседовал приходите так получается что вы попадаете на него же через там полгода год и он вам задает те же самые вопросы и как бы становится проще для вас потому что вы знаете чего он спрашивал у вас в прошлый раз у нас ревью похожая ситуация ревью мы у нас нет регулярной процедуры ревью люди инициируют его самостоятельно но были такие опасения что эксперт одни и те же вопросы человек будет знать и будет получать высшую оценку да что с этим можно сделать менять значит кровожадную аудиторию значит кого-то расстреливают экспертов это менять но пока пока думаем ну первое да что мы делаем мы стараемся чтобы эти циклы ревью проводили разные специалисты да у каждого эксперта есть свои кейсы свой вопрос то есть сами набор скилов стандартизирован но когда их проверить каждый эксперт решает по-своему то есть какого-то опросника универсального который бы использовали все такого у нас нет ну то есть каждый эксперт может это делать по-своему у нас по тестовым заданиям да разработано не одно там целый целый спектр по основам задач к ним идут одни и те же вопросы но сам контекст разный собственно говоря это все что хотел вам рассказать спасибо за ваше внимание и готов ответить на ваши вопросы я даже догадываюсь почему у тебя возник вопрос у тебя в книжке написано как вести переговоры с мудаками значит смотрите когда мы ну это можно говорить о том как эксперт делает обратную связь есть да там мы проставляем грейды а есть еще отдельное поле там суммарная оценка да если у нас есть какие-то консервы например там есть разделы сильные стороны слабые стороны угрозы чем-то похоже на слот да и есть суммарные да и вот если человек значит как ты сказала мудак вот то мы значит в менее категоричной форме это пишем да что там возможны проблемы при введении в команду или там но это скорее больше относится конечно к вопросам айчаров там не соответствует к культурному коду компании или еще что то и да таких людей значит тоже можем не брать или не брать если у нас есть команда которая любит работать значит с людьми нестандартного склада ума на специфических софт скиллами они начнут в команду и там работают а еще второй вопрос как вы оцениваете интервьюеров эксперты проходят оценку других эксперт то есть у нас кросс у нас кросс и мы мы обменяем информацией этого мини комьюнити ну вот таким образом то есть эксперт выдвигает сообщество перед тем как человек может стать экспертом он проходит оценку уже знаете как есть люди которые самоназначили себя экспертами и потом они выдают этот лейбл другим вот нас поэтому в принципе все это произошло тут какие-то миссии прокляты тут как тебе это запитание первое у меня два запитания есть люди которые ходят интервью но не так хорошо как вы 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 по воно наближено до тих реальных задач, что будет выполнять людину, это по-перше. По-друге, что касается меня, я пытаюсь найти загальные контакты в линкединке с этой человеком, отбраковываю всех рекрутеров и других людей, которые на самом деле с этой человеком не работали, и пытаюсь собрать зворотный связок. Повертаешься до вопроса Олены, переверяешь, как с человеком работает, если он командный гравец или нет. Ну, таким образом. Ну, и снова таки, никто не захищенный от ошибок, трапляются випадки, когда мы людину неправильно оценили. Но мы как-то пытаемся потом вынести какие-то уроки из этих ошибок и улучшить наш процесс. Окей, еще два коротких задания. Большое у меня, с досвиду, я бачу, что есть, ну, принаймні, два типы у нас аналітики. Один – это есть, которые хорошо работают в искамерной фазе, то есть, что они лучше сейли бизнес-аналитики. И второе – это науки, какие-то бюллю декомбайни, которые супер круто працуют, как бизнес-аналитики, но и больше в продажах. И вы не сказали. Чи у вас есть какой-то, как бы, раздел обовьезков? Бо я вижу, что у вас это по функциям трошки отрезвенено. И второе – это, как… Первое вопрос. Сейчас, шик, 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 шик. Видите, да, вот мы видели… О, как, багато, да. В первом мы видели, что, на самом деле, есть человек, который называет себя бизнес-аналитиком, но на самом деле мы оцениваем эту человеку не как бизнес-аналитика, а как фахивца с проведения дискавери-фазы, фахивца с solution-дизайну, и в него по каждому из этих четырех типов активности своя оценка, то есть свой грейд. Для того, чтобы вывести грейд загальный, как у него грейд бизнес-аналитика, мы берем максимальный зараз. Но в результатах интервью написано, что в дискавери он такого уровня, в solution-дизайне такого, и этим занимается то, что вы сказали, что если в дискавери гарм, а в рекваримент инженерингу так себе, то его возьмем тот проект, где нужен такой вещь, самая на дискавери. А там, где нужен рекваримент инженер, его туда не возьмем. То есть это занимается. Щодо кейсов, так, есть кейсы, ну, там, тестовое завдание, где описывается певный контекст и человеку предложит, ну, а кто-то был на співбесаде, особисто в мене? Никто не был. Добрый. Ну, будет, возможно. Да, там, ну, но тут достатньо багато людей, что были в мене на тренинг, вот так вот я их не буду проводить співбесаду. Так, да, значит, повертаючись до питань, да, даётся контекст и там декілька запитань, да, стосуясь того, как вы будете проводить discovery фазу, да, складить там план, скажите, что сам вы будете, або даётся, ну, так, как я, как раз, постановка контексту, и пропонуешься спромиссировать там 10 не больше важных вопросов, что вы бы задали, и так далее, и так далее. То есть, так, есть кейсы, они, где-то, стандартизированные и вынесенные на уровень компании, как тестовое завдание, а там, что до переверки и певных навичок, ну, в меня есть мои особисти кейсы, яки я каждого разу их використовую. Ну, то есть, есть певные стандартизированные, певные на рассуд эксперты. Три запитания на всевозможные. Коллеги, спасибо за вопросы. Ловите меня.